Память о неживых живущая вечно. В Симферополе возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Эти события в Афганистане разделили на нашу жизнь на три этапа. До, там и после. Бой с дефицитом мест в дошкольные учреждения в Крыму продолжается. Минстрой проверил строительство детского сада в Симферополе. Вскоре он откроет двери для маленьких крымчан. Завозится мебель и, собственно, к 1 марта готовы будем передать объект. Чтить память и историю. Ровно 30 лет назад войска советской армии выполнили все поставленные задачи в Афганистане и покинули места боевых действий. Однако около 15 тысяч россиян так и не вернулись домой. С тех пор в день вывода войск из зоны боевых действий ветераны войны интернационального долга отдают дань памяти своим сослуживцам, которые погибли в Афганистане. Возложил цветы к мемориалу крымчанам, погибшим в Афганистане, и Андрею Пазиев. Мужчина приехал из Пермского края. Он служил в Афганистане два года в гвардейских парашютно-десантных войсках. На этих плитах тоже выбиты имена его однополчан. Мы были воспитаны на подвигах наших дедов. И, конечно, как мальчишка я всегда играл в войну. И хотел служить именно в воздушно-десантных войсках. В 80-е узнал, что идет какая-то война в Афганистане. Там были мои соседи Саша, Сережа. Я, конечно же, ехал с настроением помогать им. И так и получилось, что я прибыл на территорию Афганистана. Сослуживцы, друзья, родственники, даже незнакомые люди. Все почтили память тех, кто отдавал интернациональный долг. За 10 лет войны из более чем 5 тысяч крымских солдат 169 пало на поле боя. Четверо пропали без вести. Еще 187 стали инвалидами. Чтобы этих героев помнили, чтили их подвиг и брали пример для подражания. Вот уже 30-й год подряд ветераны отдают дань уважения братьям по оружию. Эти события в Афганистане разделили нашу жизнь на три этапа. До, там и после. Это одна из самых знаменательных дат. Что значит? Скорбь, память и надежда на будущее, в первую очередь. Уже 30 лет, но кажется, такое, что это было буквально вчера. Воспоминания, встречи с товарищами, со служивцами. Ну, а с другой стороны, как бы это этап в жизни, который, может быть, нужно было бы пройти каждому мужчине. У нас два часа ночи по тревоге забрали. Прямо с постели забрали. Я жил тогда в Самарканде. Это город 400 километров от Кабула. И по тревоге военной я был членом партии. Нас с райкома вызвали. Говорят, нам надо помочь афганскому народу. Сейчас ветераны этой войны ведут активную общественную жизнь. Мероприятия, которые они организуют, не ограничиваются возложением цветов. Большое внимание уделяют и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Помогают ветеранам и республиканские власти. Наши ветераны благодарны нашему правительству за то, что происходит на территории Крыма. Мы стали субъектом Российской Федерации. И наши ветераны увидели, какая помощь и поддержка именно по российскому закону в разы больше, чем было при Украине. Все меры соцподдержки, которые существуют в Российской Федерации, сегодня они получают. Молодые ребята, которые отправились в чужую страну на помощь, по-настоящему самоотвержены и благородные солдаты. Они не отдавали долг родине, они отдавали своей жизни, чтобы помочь людям, оказавшимся в эпицентре гражданской войны. Яна Витренюк, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ. Люди долга, мужества и чести. В Симферополе в музыкальном театре продолжилось чествование ветеранов афганской войны. Там прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В концертном зале собрались ветераны боевых действий, члены семей погибших участников локальных военных конфликтов. Рядом с ними в этот день были руководители органов исполнительной и законодательной власти Крыма. И выражаю вам глубочайшее уважение за ваш солдатский подвиг. Сегодня мысленно возвращаясь к тем далеким годам, еще раз и еще раз восхищаешься подвигом вашим, ваших товарищей. Подвигом тех, кто не щадя своей жизни выполнял приказ Родины. Супружеская пара из Феодосии была задержана за сбыт наркотиков. По решению суда, 45-летний мужчина и 42-летняя женщина были заключены под стражу. У злоумышленников были изъяты свертки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. После проведения экспертизы выяснилось, что это наркотическое средство каннабис. Кроме того, после обыска в доме супругов было изъято еще два бумажных свертка с аналогичным веществом. Самодельное приспособление для употребления наркотиков. Пластиковая бутылка с наперстком из фольги с наслоением вещества коричневого цвета. А также деньги и мобильные телефоны. Следственным отделом ОМВД России по городу Феодосии в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный избыт наркотических средств». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет. В дежурную часть Красноперекопского района обратился местный житель с сообщением о том, что его ограбили. Во дворе дома неизвестный мужчина выхватил из рук дорогой мобильный телефон. Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции за короткое время задержали подозреваемого на одной из улиц города. Злоумышленником оказался 42-летний и однократно судимый житель Красноперекопского района. Украденный телефон оказался у матери задержанного. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России Красноперекопский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов посетил один из проблемных объектов в городе. Детский сад, строительство которого затянулось на два года. По заявленному плану возвести его должны были еще в декабре прошлого. После привлечения внимания власти основные строительные работы удалось выполнить за три месяца. Открытые двери объекта станут серьезным подспорьем в борьбе с дефицитом мест. Новый детский сад способен принять 260 маленьких симферопольцев. В конце прошлого года строительство модульного детского сада на Балаклавской занялись вплотную. Два года объект никак не могли закончить. В Минстрой объясняют причину. Подрядчик не сумел найти общий язык с заказчиком и определиться, кто будет отвечать за проектно-сметную документацию. А самое главное, за чей она будет в счет. В ноябре 2018 процесс сдвинулся с мертвой точки. Работа закипела. Буквально за три месяца основной комплекс монтажных и отделочных работ удалось реализовать. За 2019 год работы были закончены. По состоянию на сегодняшний день готовность объекта полная. Завозится мебель. И, собственно, к 1 марта готовы будем передать объект нашему заказчику для водоэксплуатации. Дело осталось за малым. Устранить пыль и грязь, оставшуюся после строителей. А также установить всю необходимую мебель и технику. Здесь они особенные. Интерактивные доски с проекторами, полы с подогревом, стиральные машины вместительностью до 200 килограммов, отдельный холодильник для персонала. Все для удобства детей и их воспитателей. Исключительная особенность дошкольного заведения – шкафчики для одежды. Здесь они непростые. С подогревом. Смотрите, шкафчики детские, оборудованные вентиляцией и обогревом. В каждом шкафчике есть два крючка, обогреватель и вентиляторы для того, чтобы одежда просохла после улицы. В процессе проверки министр строительства и архитектуры Республики Крым выявил незначительные нарушения. Подрядчик пообещал исправить все погрешности до понедельника. Вот видите шпаклевку у вас какая? Значит, вот это должно быть описано, правильно? Это же не нормативная шпаклевка, она ее все видно, свет включает. Вот эту канализационную трубу, значит, надо обшить. В целом, ходом выполненных работ власти удовлетворены. На сегодняшний день детский сад подключен к основным коммуникациям. И уже в начале марта коридоры учреждения смогут услышать звонкий детский смех своих воспитанников. Анна Беляева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем выпуск «Не пропустите» во втором блоке. Во всем мире отмечают день детей больных раком. Как много крымчан страдает от страшного недуга и как не допустить болезни, рассказывают медики. Всех призываем отказаться от курения, есть правильную еду, заниматься спортом. Будут деньги, будут и находки. Археологи рассказали об успехах в российском Крыму. Их стало несоизмеримо больше в сравнении с украинскими временами. Полностью исследовано поселение Би-Или, которое существовало, вероятнее всего, со второй половины восьмого. Феодосийские депутаты определили главу администрации города. Им стал Сергей Бавтуненко. В январе он был назначен на должность исполняющего обязанности градоначальника. Ранее кресло главы Феодосии занимал Сергей Фомич. Он покинул пост по рекомендации главы республики Сергея Аксенова. Государственная дума России предлагает ограничить использование беспилотных летательных аппаратов. Согласно новому законопроекту, который уже прошел первое чтение, для управления дроном придется получать специальное разрешение. Необходимость регулирования полетов беспилотников появилась из-за того, что россияне стали часто нарушать правила использования воздушного пространства. Для решения этой проблемы предлагается ввести разрешительные документы по аналогии с водительскими правами. Кроме того, сам летательный аппарат будет подлежать маркировке. За несоблюдение этих правил придется заплатить штраф размером в 2000 рублей. Примечательно, что право на полет нужно получать в каждой конкретной полетной зоне. Это можно будет сделать в режиме онлайн. 15 февраля во всю мире отмечают Международный день детей больных раком. Золотая лента – символ борьбы с детской онкологией. В Крыму статистика по заболеванию раком среди детей неутешительная. Однако, по сравнению с 2014 годом, количество маленьких жителей республики, страдающих от этой болезни, уменьшилось. Какие меры предосторожности стоит соблюдать родителям, чтобы обезопасить своего ребенка и как распознать первые симптомы, узнавала Мария Моссур. Впервые Международный день онкобольных детей был проведен в 2002 году. В Крыму на учете у детского онколога состоит около 400 детей. Ежегодно около 60 маленьких крымчан заболевают онкологией. Чаще всего пациентами становятся дети до 5 лет. Статистика неутешительная, однако с каждым годом удается спасти все больше детей. Главное – вовремя обратиться к врачу. Большая часть опухолей располагается в труднодоступных местах. Очень часто встречаются опухоли центральной нервной системы. Ответственность за здоровье ребенка в первую очередь лежит на родителях. Слабость у ребенка и постоянная тяга ко сну – первый признак онкологии. Врачи отмечают, что большинство опухолей у детей – эмбриональные. Они появляются во время беременности. Мы всех призываем отказаться от курения, есть правильную еду, заниматься спортом, и тогда заболеваемость будет меньше. Пока она стоит на том же уровне, она не растет. Изменяется ее характер. Меньше стало лейкемии, а больше солидных опухолей, как мы их называем. То есть тех опухолей, которые в народе и называют тараком. Коренным образом в Крыму изменилась ситуация с медицинскими препаратами для онкобольных детей. Все траты на себя берет государство. К сожалению, бывают случаи, когда срочно требуются нестандартные препараты, процесс закупки которых длится минимум шесть недель. В этот момент на помощь приходят волонтеры. Улучшилась и ситуация с медицинским оборудованием для лечения онкологии. Постепенная модернизация в медицинских учреждениях республики положительно сказывается на лечении маленьких крымчан. Все делается не быстро, но оно делается, движется, меняется. Поэтому ничего не бывает по щелчку пальцев. Все делается планово и постепенно. Оборудование у нас есть, но оно уже устаревает. Его нужно менять. Нам нужны инфузоматы, шпицевые насосы, которые тоже помогают нам менять и волонтеры частично за счет бюджета. Если с медицинскими препаратами и оборудованием в Крыму положительные изменения видны невооруженным глазом, то специалистов, к сожалению, по-прежнему не хватает. Причиной этому становится в первую очередь низкий уровень заработной платы. Крым живет под российскими флагами уже почти пять лет. Этого, казалось бы, небольшого срока хватило для развития многих сфер, среди которых археология. Благодаря множеству государственных грантов и активному финансированию специалисты этого направления добились многого. Как теперь в Крыму выглядит археологическая наука в сюжете Никиты Егорова. Крымская археология, наконец, получила активное развитие. Именно к такому выводу пришли авторитетные историки республики. Основной причиной тому может служить объемное финансирование, которого категорически не хватало в прежние годы. Сегодня денег достаточно для полномасштабной работы. Доказательством тому служит не только большое количество успешных раскопок, но и международное признание. У нас журнал материал по археологии истории Таври в этом году был включен единственный в Крыму и один из немногих по этой специальности в России международную базу цитирования Web of Science. Это штаб-квартира, которая находится в Филадельфии. Вот уже два тома признаются. Такое признание научных достижений крымских археологов развязывает руки, ведь это дает возможность взаимодействовать с зарубежными учеными. Однако, кроме научных исследований, археологи занимаются и изучением территорий перед земляными работами. Именно благодаря им удалось сделать множество ценных находок, вроде терракотовой головы в Керченском проливе. Не меньше открытий было и на подходах к Крымскому мосту. Закончился большой инфраструктурный проект, вы тоже, наверное, знаете, о подводе железнодорожных путей к Керченскому мосту. Там у нас были большие полевые исследования. Полностью исследовано поселение Би-Или, которое существовало, вероятнее всего, со второй половины восьмого. Там ярко выраженный так называемый Хазарский горизонт и вплоть до 17 века. И это далеко не единственные раскопки, которые проводятся крымскими археологами. С начала 2019 года уже заключено более 30 контрактов на охранные исследования. Так что работы у специалистов хватает. Рассчитывать на качество и оперативность можно, ведь хорошее финансирование у археологов теперь есть. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Такими были новости последнего рабочего дня недели. В студии для вас работал Тарас Брезицкий. Желаю вам приятных выходных. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова